Добрый вечер! Сегодня у Гомеля отбылся урочистый прием ветеранов к керовницам города. У Харацкий Центр Культуры запросили больше, как 30 удельников Великой Айчинной Войны. Словы подяки за героичный подвиг, веншование и подарки до Дня Перамоги. Дмитрий Котов назирал за проведением урочистого приема. Час поступов, отдаляя у минулые, трагичные падения Великой Айчинной Войны. С ужасному поколению складано уявить, что под сегодняшним мирным небом количество рукотелей боевые снарады. Немашимы представить, яких намаганий укаштовала незалежность нашей краины. Священным обвязком кожного громадянина повинна заставаться память об героичном подвиге советских солдат. Иван Дзекун отрымал звездки о початке войны, коли знаходился у Москве. Фронтовыми дорогами пройшел до Германии, где и сустрел перемогу. И он, николи не забывая об тих тяжкостях, с якими пришлось сутыкнуться. Важно провести сообщения. Выступает Молотов. Война. Ну тут митинг. Тут начали уже добровольцы. А начальник полиции делал и сказал, вы военнослужащие. Когда надо будет и куда надо будет, вас пошли. На урашистый прием керавницам города запросили больше, как 30 удельников Великой Айчиной войны. Кожный из этих людей – приклад неверогодной можности, отваги и стойкости человеческого духа. Историчные крыльницы свечут, что во время войны гитлеровцы знищили в Гомеле около 100 тысяч жахаров и разбурили инфраструктуру города Амаль на 80%. После закончения войны сюда пошли вертаться люди за одной метой – обновить Гомель. И это был еще один, на этот раз, працовный подвиг. Абтым, что Гомель у те часы находился литерально у руинах, неодначасова нагадываюць на урашистым приеме. Люди, які змагалися за нашу незалежность, зрабили усё, каб областный центр знов здабыл довоенный в облик и пачал рухаться наперед. И тому за их вяликие намаганни, гэтые люди заслуговуюць только глубокой поваги и бесконцей подзяки. Я хотел бы особые слова признательности, благодарности высказать нашим ветеранам за их мужество, героизм, ратный, потом еще и трудовой подвиг. И, конечно, пожелать им долголетия, доброго здоровья, чтобы и у них, и у членов их семей все было хорошо. А мы постараемся, чтобы так все и было. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Выходные дни у Гомеля будут насыщенными нападеи. У неделю на площади Ленина с нагодой святкования Дня Державного Герба и Стяга Республики Беларусь членские билеты БРСМ от ветеранов Великой Айчинной войны отримать 22 процедуги молодых городов. А кроме этого, 70 школьников уступят у Рады Беларуской Республиканской Пионерской Организации. Про головные мероприемства святочной программы в нашем наступном сюжете. 8 мая в 19.30 на Аллее Героев отбудется открытие уже четвертой по лику областной громадской патриотичной акции «Факел Перамоги». А проспал годины на этом же месяце пройдет шарговый этап акции «Парад Пераможцу». Гомельчане смогут пройти с портретами своих родных солдат по Аллее Героев. День Великой Перамоги у 10 годин открыт 6 по улице Советской. Уделуем проймыть ветераны войны и працы солдаты и наученцы городского кадетского училища, керавництва в области и города, коллективы предприемства и организации. В последнем мемориале «Вечная Гонь» отбудется митинг памяти. Далее на пляцовце каля Гомельского медицинского университета, будя проходить массовое свято под названием «Трумф Перамоги». Так само сарот головных святочных пляцовок территория Палацево-Паркового ансамбля. Тут на набережной раке СОЖ с уделом военно-историчного клубного объединения «Гонормундиру» отбудется реконструкция одного започных боев Великой Айчинной войны. Это символично, потому что все-таки у нас сейчас майские дни. Это действительно те дни, когда закончилась большая война. И те дни, когда могли уже люди вздохнуть в полной груди и понять, что война закончилась. Поэтому это символично, и мы решили взять аналогичную историю. И будет на набережной происходить это в рамках берлинской наступательной операции, какие-то в пригородах Берлина, буквально вот встреча, скажем так, последних дней войны. Ведущим так само обязается стать показ Айчинной трофейной техники военных и послевоенных годов. На выставе будет представлена больше за 40 одинок советских и немецких военных мотоциклов, автомобилей, артиллерийских гармат и амуниции. Особные экспонаты представлены областным музеем военной славы. Нечто уластность гомельских коллекционеров. Дарыш и проведение шматликих культурно-массовых мероприемств запланованы на территории всех районов города. Городжане и гости города отримают махшимость с корыстью провести час, дается шмат текавого и отпочить. Большие праздничные мероприятия запланированы в районах города. Традиционно зона отдыха пруты, Новобелецкий район, это Любинское озеро, Советский район, это Гомсельмаш, Площадь Победы и традиционно проспект Космонавтов 70 и, безусловно, ледовая площадка, ставшая уже такой популярной в центральном районе. И в 22.00 состоится фейерверк во всех районах города. Дмитрий Котов, Максим Савин, Сергей Лукашук, Максим Славин. Телерадиокампания «Гомель». До святкования у Дня Перамоги долучилась так само держау та инспекция в области суместно с представниками мотоклуба у Гомеля и Минска. Сегодня у областным центра отбылся мотопробег, присвеченный як 9 мая, так и открытию нового мотосезона. Колона байкеров суместно с экипажем ДАИ, начали с начальником управления ДАИ УУС Хомельского Абловы Конкама Игорем Макушенком стартовала с площади Паустанья. Далее у дельники мотопробега рухались по улице Советской до площади Ленина. После маршрут был прокладен на керунку проспекта Речицки, где находится Курхан Славы. Тут керавництво держа от инспекции и проставники мотоклуба усклали к ветке и узгадали воинов-вызвалителям, и кец саной уластного життя. Отвоевали мирное небо над головой. Естественное взаимодействие у нас с мото-движением, с байкерскими клубами после автоинспекции налажено. У нас есть понимание. И даже хочу сказать, что при встречах сами любители мото-движения проводят профилактику среди, так будем говорить, нерадивых мото-любителей. Мы протягиваем серию сюжета под названием «В улице героев». Это совместная акция телерадио-компании «Гомель» и областного музея военной славы. Наступный материал присвеченный лидеру партизанского и подпольного руху «Гомеля» Емельяну Барыкину. В улице Барыкина самая протяглая у областным центры. Семь с половой километров у Довжиню. Идзеп развес советский район и литерально на вачах переутворяется у сучасную магистраль. У початку яе некальки капитальных побудов, потом приватный сектор, далей новобудовли опошняга часу. На приканцы индустриальный центр «Гомеля». Долгая, вельми складанная в улице, как и партизанский шлях, яким пройшел Емельян Игнатович Барыкин. Вначале был комиссаром отряда большевик, ну а потом по мере создания гомельского партизанского соединения назначен начальником штаба, то есть оперативное управление в 43-м году действиями всех партизанских отрядов планировал и осуществлял. Ряд смелых операций было проведено под его руководством. По историчных звездках, коли у першиню рыхтовались и подорвать в оружие эшелон, Емельян Игнатович настоял, как гэту операцию доручили минавито яму. И вось у Липини 42-го отряд большевик открыл свой боевый рахунок у Рейковой войне. По меж станциями Зябровка и Кораневка группа Барыкина подорвала в оружие эшелон живой силой и техникой. А мальдва десятки вагонов поишли под отхон. К сожалению, послевоенный период был не очень долгим. Он в 46-м в 44-м году как бы демобилизовался в звании полковника. Ему было присвоено специальное звание полковника. И был секретарем горкома партии. Затем в Барановичах работал секретарем обкома партии. По успоминах дачки-героя долгий час после вызволения Гомеля в колеях дома на старой Буденновской улице стояли горожане. Город был у руинах. Тому до секретара горкома без конца потока мы шли люди со своими проблемами и с воротами. И не важно, что працованный день был давно сконченный. Барыкин никого не покидал без допомоги и доброго слова. Простоких, как Емельян Барыкин, у Гомель верталось життё. Знаковая меса Гомеля, вечный огонь на площади праце. Менавито тут в 1951 годе похованный герой Советского Союза Емельян Игнатович Барыкин. По звездках того часу проводить яго пришёл амалю весь город, але и сёння прас. 65 год. Шмат кто и десю ды, каб поклониться гэтому саправдному человеку. Виталь Довгий, Дмитрий Радзянко, телерадо компания Гомель. Сёння в Беларуси означается День Радою, телебаченне и Сувязи. Зараз на Гомельщине працуют 7 региональных телекомпаний и 5 радиостанций. А вогули першый радиосигнал у Гомелі приняли 90 годов тому. У 1956 тут же убачили и першую телевизийную программу. Кажуть, что с вынаходництвом радио люди почули свет, а с вынаходництвом телевизора яго еще и убачили. С ужасному покалению это тяжко поверить, але 60 годов тому трансляцией телепередач займались только Москва, Ленинград и Киев. Прошим сигнал расповсюдживался только на 30-40 километров. А тому, коли у Гомелі энтезиасты зарабили свой телевизор и приняли сигнал со столицы Украины, об этом навод зняли специальный сюжет для киножурнала. Много довелось попрацовать старейшему радою аматору технику радио гузла Кернажицкому, инструктору радою клуба Грылцову, каб на экране з'явилися першые атлюстраванні. Раду с приема звычайного телевизора 30-40 километров. Гомельскі раду аматоры глядзять концерты и спектакли Киевского телевизийного центра за 240 километров. Гэты год для телерадио компании Гомель можна назвать юбилейным адразу по некальких причинах. У Саковіку 90-годзі означало обласное радіо. У Жнімні 15 годів сповніться радіо Гомель-ФМ. 60 годів тому 6 листопада 1956-го аматорський телецентр выдав у ефір першую у нашім регіоне телепраграму «Мастацкий фильм Максим Перапеліца». Сьогодні перспективы зв'язують з развіцем телеканала «Беларусь-4 Гомель», який орієнтованы на всі категори глядачоў. Программу ми стараємся планировать для разной категории зрителі і для дітей, і для молодежи, і для домохозяек. В общем, стараємся її разнообразити, щоб программа наша була інтересна, щоб все смотрели. Телеканал «Беларусь-4 Гомель» повинен стаць не просто цікавым для усіх. Жихари Гомельськай в області можуть прийняць непосредний удзел у яго програмах. Добрий вечер Гомель, наприклад, запрашаю ў студую усіх, хто може быть цікавым суразмовцам і таким чыном уявляць інтерес для іншых. Добрый сябар ў нашым домі. Гэта мінавіта прателеканал «Беларусь-4 Гомель». Дарышы зараз распаусюджування гэтага канала, які орэнтованы перзасю на місцовую аудиторую, адбываецца праскабельных оператору. Пакет зала і ефірная «Наземное вершання». Нам приятно, что развивается телеканал «Беларусь-4 Гомель». Совсем немного времени прошло с момента его открытия. Это произошло в конце сентября. И вот по происшествии такого количества времени мы можем уже обнародовать некоторые результаты. Мы работаем фактически по всей Гомельской области. Совсем недавно, в начале мая, мы вышли в эфирное вещание на передатчике в городе Жлобин. Тем самым нас могут принимать в кабельные сети операторы города Рогачёва, Калинковичи. Также и в Мозыре мы уже скоро будем доступны для абонентов. Олег Шинчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадокампания «Гомель». У Гомельским областным управлений департамента АХОВы створили народный хор. Премьерное выступление коллективу отбылось у концертной зале школы мастатства номер 5 города Гомеля. Мероприемство промерковано до дня перемоги. Что годовый концерт дани на памяти и подяка ветеранам Великой Айчинной удячность за данную службу особистому составу и ветеранам органов департамента АХОВы. Прыклад выхования патриотизма у молоди. У концерте приняли у дел народный ансамбль танца Ассарти, сопрацовники подразделения АХОВы и их дети, навученцы профильных милицейских классов. Концерт знаменальный ясчай тым, что наим отбылось первое выступление недавно створенного хору «Майские зоры» Гомельского областного управления департамента АХОВы, в состав которого вошли первоклассные вокалисты и члены народного аматорского коллектива. Ветеранам хочется пожелать здоровья. Крепкого здоровья в жизни идет и ветеранам становится все меньше и меньше. Поэтому сказать большое спасибо им за тот подвиг ветеранам органов внутренних дел. Спасибо за труд и мы достойно хотим и притворяем все то, что они начинали в жизни на сегодняшний момент. Выставу знакомитых годинников «Перамога» каждый, жадающий, сможет увидеть в музее истории города Гомеля. Экспозиция, которая просвечена Дню «Перамоги», находится в установе до 22 мая. Больше за 50 годинников марки «Перамога», представленных на выставе, належат гомельскому коллекционеру Миколаю Лабанову. Сгодных историческим известкам назву и характеристику годинников затвердил Сталин в 1945 годе после закончения Великой Айчиной войны. Прозгод была организована массовая вытворчасть. У Советским Союзе такими годинниками узнагароживали ветеранов войны и передовиков працы. Самый взрослый экспонат на выставе был сделан в 1948 годе. На особном стенде можно уважить трофейные годинники из Германии, Польши и ЗША. Часы марки победы усовершенствовались в 50-е и 60-е годы. Названия были всевозможные. В 1957 когда был фестиваль молодежи студентов специально была сделана большая партия для гостей Москва. Отличная работа победы. В 1961 полетел Гагарин в космос. Появился Восток. Он отличался от победы тем, что к нему добавили календар цифровой дни недели. Гэта и иншая новинна вы можете знайсти на нашем сайте у интернет по адресе www.tvrgomil.by На гэтым выпуск завершен. У студы працавала Наталья Гнатенко. Дякую за увагу и до новых субстричей эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова